День с толком В Каменском районе избрали главу. Кончатся ли на этом конфликты? Уретро из щеки и брюшной полости в Барновле провели уникальную операцию. Им самим нужна поддержка, но они продолжают помогать другим. Кто делает благотворительный проект для детей? В Алтайский край направлено 300 миллионов рублей по программе индивидуального социально-экономического развития региона. Их используют для покупки дорожно-строительной техники. В 2020-м началась реализация этой программы. По ней мы будем ежегодно получать миллиард рублей на разные цели. Кроме дорожной сферы на субсидирование малого и среднего предпринимательства, строительство жилья. И 700 миллионов регион уже получил. 300 из них направили на поддержку МСП. Льготные займы предоставлены компаниям АЗСМ и Алтаигрушка. А заявку Алтайского битумного терминала заканчивают рассматривать. В Алтайском фонде микрозаймов рассматривают заявки на финансирование инвестпроектов. Пока одобрение получили 5 предприятий на 43 миллиона рублей. А общая сумма больше 200 миллионов. На жилищное строительство и строительство школы в поселке Спутник поступило почти 100 миллионов рублей. У сотрудников ковидного госпиталя, который до последнего времени базировался в Третьей горбольнице Барнаула, все-таки взяли мазок на коронавирус. Этой процедурой медработники ждали сразу после закрытия красной зоны. Но в итоге тестирование пришлось добиваться. Накануне в соцсети появился пост о ситуации в Третьей горбольнице. В нем сотрудница Татьяна пишет, что в связи с последними событиями ковидный госпиталь в учреждении закрыли, а врачей настроили на прием обычных пациентов. Вот только девушку возмутило, что сотрудникам даже не предложили отправиться на самоизоляцию и проверить, опасны ли они для общества. Автор поста утверждает, что врачи обращались в Роспотребнадзор и Минздрав Края, но нигде не получили ответ, как нужно действовать после закрытия красной зоны. Уже после огласки девушка сообщила нам, что у них провели тестирование, но на самоизоляцию не отправили. Как пояснили в Минздраве региона, в рекомендациях Роспотребнадзора ничего не сказано о самоизоляции работников красной зоны после расформирования. А значит, эта мера не обязательно. А что касается тестирования, его проводили каждую неделю. Сейчас у медперсонала берут мазки на антитела и антигены. Первые результаты отрицательные. А последние сутки в Алтайском крае 222 новых заболевших коронавирусом. 12 человек умерли. Общее число заболевших COVID-19 на этот день 26 351 человек. Тяжелобольных пациентов 629. 151 из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На 1 декабря в красных зонах края развернуто 5 355 коек. Больше полусотни различных компаний и организаций Бийска и соседних районов помогают системе здравоохранения справиться с пандемией. Предприниматели, а также депутаты всех уровней, вне зависимости от партийной принадлежности, оказывают содействие больницам и ковидным госпиталям. Создают условия для врачей и для самих пациентов. К примеру, мебельная фабрика поставила десятки кроватей для больных. Подробности далее в сюжете. Сегодня в Бийске работают два ковидных госпиталя. И оба открывали с участием бизнеса. Деловое сообщество и депутаты разных партий, причем не только Бийские, закупают медицинское оборудование, бытовую технику, одеяло, подушки. В общем, все то, в чем есть необходимость. Предпринимателям нелегко. У нас тоже очень много разных проблем и с клиентами, и с доходами. Но, тем не менее, знаете, есть такая социальная ответственность, что кому-то, наверное, все-таки бывает хуже. И поэтому нужно помогать этим людям в трудные минуты. По информации из администрации Бийска, здравоохранению помогли и продолжают помогать больше 60 предприятий и организаций. Наши производственные компании, которые работают в сфере производства биологически активных добавок, они поставляли и поставляют витаминизированные наборы для наших врачей, для поддержания их здоровья. Также идет поставка ряда медицинского оборудования, которое, ну, недорогого, да, которое сегодня тоже востребовано с учетом вот тех масштабов, с которыми сегодня приходится сталкиваться нашим врачам. Предприниматель, а с сентября еще и депутат АКЗС Григорий Бахтин помогает не только с медоборудованием. Врачам он приводит витаминизированную продукцию собственного производства. В России всегда объединялись люди, когда какая-то беда затрагивала. Я думаю, здесь то же самое произошло. Ни у кого вопросов не возникало. И мои коллеги по предпринимательству тоже так же откликнулись. Ни у кого вопросов никаких не возникало в этом плане. Что нужно поддерживать, не нужно поддерживать. Просто все взялись консолидированно, как-то к этому отнеслись, очень с пониманием. И до сих пор поддерживаем. Помощь сегодня поступает не только в специализированные инфекционные госпитали, где лечат больных с ковидом, но и во все учреждения системы здравоохранения. Для минимизации риска заражения врачи получают костюмы, маски, перчатки, антисептики, а еще приборы для обработки помещений. Накануне депутат Государственной Думы Александр Прокопьев терапевтическому отделению ЦГБ подарил две бактерицидные установки. У нас стоит вопрос о том, какие нужные меры предпринять в отделении, для того, чтобы уменьшить возможности риска заражения и пациентов, и сотрудников. Поэтому остро возникла необходимость наличия ультрафиолетовых облучателей, которым вирус очень чувствителен. В течение нескольких секунд и жизнеспособность вируса резко падает, он не способен заразить человека. По просьбе заведующей инфекционным отделением ЦГБ для обработки палаты чистой зоны приобрели генераторы холодного тумана. О том, что отделение нуждается в таком оборудовании в ходе личного онлайн-приема, Лариса Фоминская рассказала депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Сам Минздрав, в том числе за счет федеральных денег, закупает в медучреждения функциональные койки, кислородоконцентраторы, оборудование для диагностики и многое другое. Пандемия – тяжелое испытание для всех, для власти, медицинского сообщества и бизнеса. И только совместные действия дают надежду на то, что мы справимся со всеми трудностями. Предприниматели Бейска, а также депутаты, готовы и дальше помогать врачам держать осаду. Столько, сколько это будет необходимо. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. Депутаты Каменского райсобрания выбрали нового главу района. Должность займет Иван Панченко, что для многих стало неожиданностью. Почему, по мнению экспертов, эта победа означает продолжение политического кризиса в районе, расскажем в сюжете. Эта история началась в 18-м. Тогда главу Камня Федора Найдина отстранили от должности из-за уголовного дела. Исполняющие обязанности назначили Евгению Гордиенко. И только сегодня Каменские депутаты выбрали нового главу района – Ивана Панченко. До этого – заместителя председателя райсовета. Для многих это оказалось неожиданным, что видно по реакции самих депутатов. Избран Панченко Иван Владимирович. Так что, все проходило в соответствии с регламентом. Поэтому, еще раз пожелаю, вновь избранного главе, удачи. Она не помешает. Ведь, по мнению политолога Константина Лукина, утверждение Ивана Панченко означает, что тучи над камнем не развеются. В конфликте исполнительной и законодательной власти сейчас верх одержало последнее. Так что кризис власти может продолжаться. А Панченко, вероятно, перейдет в режим политического устранения противников. Если это перетурбации в районной администрации будут долго, и там часть районной администрации будет уволена, пока найдут новых, это приведет к большому, действительно, коллапсу. По мнению политолога, вероятно, и Гордиенко покинет администрацию. Об этом она давно мечтает. Хотя, именно она в должности исполняющей обязанности была наиболее эффективной среди предшественников. У нового главы будет много работы. В первую очередь, вопрос отопления. Долги мупа, нехватка угля. Об этом и говорил Панченко. То есть, на данный момент, это проблема на слуху, это нарыв, который, если еще не вскрылся, он уже хотя бы диагностирован. И он, конечно, не применил возможностью озвучить свои мнения, соображения на этот счет. Тогда как другой кандидат, Евгений Гордиенко, обошла проблемную зону этой стороной в своем выступлении. Сессия райсобрания длилась 4 часа. Прослушали 11 кандидатов. Один сделал самоотвод, а другой призвал и вовсе голосовать за более достойного кандидата, но не за него. В итоге 12 голосов за Ивана Панченко, 2 за Дмитрия Ворсина, работника Гурдумы Барнаула, и 2 голоса за Гордиенко. Не у дел остались кандидаты и предприниматели, безработные, пенсионеры. Как вы оцениваете результаты? Крайне отрицательно. По своему интеллекту он далеко не соответствует этой должности. А дальше будет то, что они сейчас начнут делить должности в этом, в администрации. Вот, посмотрите. Они это кто, в смысле депутаты? Да. По словам политических экспертов, краевые власти приняли строгую позицию – не вмешиваться в каменские выборы. Но сколько еще времени нужно, чтобы все разрешилось на месте? Андрей Дривер, Николай Шилко. День с толком. В Барнауле сегодня подростку восстановили уретру с помощью слизистой щеки и брюшной стенки. Такую операцию пришлось сделать после автомобильной аварии. Пациент 2 года самостоятельно не мог ходить в туалет. Подробности уникальной операции в материале Ирины Корчагиной. 45 лет работы хирургом. Ну, как-то я уже не испытываю этого пиетета перед даже абсолютно новыми операциями. Михаил Сокольщик готовится к операции на уретре. За этого пациента возьмется не каждый хирург. На столе – 17-летний Демьян. Два года назад его сбил микроавтобус. В итоге сломанный костей таза. Произошел отрыв уретры от мочеиспускательного канала. Патология сложная, поэтому оперируют парни из Хабаровска в Барнауле. Руководит процессом московский врач. На сегодняшний день мы имеем закупорку мочеиспускательного канала. И молодой человек мочится через трубочку, вставленную в мочевой пузырь. Такие вещи, конечно, переворачивают жизнь. Вчера катался на скейте, а сегодня бездвижен в кровати. Операция проходит в Центре материнства и детства. Шефство столичного хирурга – большой опыт для алтайских медиков. Пациентов с отрывом уретры здесь оперировали и раньше, но это были первичные пациенты. А парень уже до этого пережил два неудачных вмешательства. Это усугубило положение дел. Если ему делать операцию при нормальных тканях, когда все анатомично, сейчас же там сплошные рубцы, там не увидишь никакую мышцу. Операция на самом деле очень сложная. Если она даже будет идти по времени, 6 часов уже это о чем-то говорит. Нам нужно создать новую уретру, новую трубочку. Мы возьмем слизистую щеки, это будет у нас слизистая новая уретра. И мы возьмем часть мышцы с передней брюшной стенки, которую свернем в трубочку и ставим на место уретры, которая была изменена. Врачи верят, что в ближайшее время пациент вернется к нормальной жизни без трубочек в мочевом пузыре. Кстати, парню не только сохранили фертильность. Хирурги говорят, даже рубец будет не по глазам. Ирина Корчегина, Николай Шелко. День с толком. Ни фейерверка, ни ледового городка. До главного праздника года остается ровно месяц. В этом году масштабные гуляния на Сахарова по понятным причинам отменены. Салют в главную ночь года не прогремит. Массовые скопления людей запрещены. Отменены и новогодние представления для детей во дворце спорта. Но снежный городок и горки на Сахарова все же построят. Добавляем освещение, чтобы все-таки, ну, какое-то радостное настроение было. Там гирлянды немножко, немножко по-другому украшается. И елка. Совсем горки. Ну, сохранили только маленькие. Больших горок не будет. Так чувствуют ли приближение долгожданного праздника барнаульцы и нужны ли им народные гуляния в пандемию? Как к этому относитесь? Спокойно. Я пенсионерка старая. Дома буду. Новый год облашении Сахарова будет формальным. Не будет ни город больших, ни ветерверка. Как к этому относитесь? Жалко? А, жалко, да. Очень жалко. Все-таки как-то хочется увидеть город красивым. Положительно. Поскольку большое празднование будет способствовать распространению коронавирусной инфекции, а мне бы не хотелось заработать. Ваше мнение по этому поводу? Ну, какое может быть мнение, если инфекция? Куда деваться? Если близкие болеют, разве можно веселиться? Ну, потому что если ходим в масках, значит, должны ходить в масках все соблюдать. А здесь же не будет этого. Не будет соблюдать. Нормально. Сейчас же ковид идет. Пойдем. Первый день зимы для барнаульцев стал щедрым вторником. Сегодня по всему миру отмечают Международный день благотворительности. А в краевой столице в ней участвуют не только те, кто готов поделиться, но и те, кому эта помощь нужна. Мария Микшута расскажет о проекте «Я помогаю детям». Ты любишь больше карандашами или красками рисовать? Карандашами. Удобнее, наверное. Разукрасить не только бумагу, но и саму жизнь. Вова взял в руки карандаши в онкологическом отделении. У ребенка был лейкоз. Много месяцев мальчик провел в лечебном учреждении. Так Вова и стал рисовать. Сейчас он в ремиссии, ходит в школу и мечтает стать программистом. Я вообще только начинаю. То есть это мне еще надо много чему обучиться. Мне надо обучиться монтажу и так далее. Пока что, я не знаю, оформление сделать и так далее. У мальчика большие планы. Строить их он начал еще в отделении. Чтобы верить самому и поддерживать других, рисовал для благотворительного проекта «Я помогаю детям». Уже 8 лет картины маленьких пациентов онкоотделения переносят на кружки, футболки, блокноты. Одна из первых таких художниц – Ира Сюзева. Тогда изобразила жизнелюбивого рыжего кота. Люблю котов и собак. Но собаки у меня не очень получаются, поэтому я нарисовала кота. В 2020-м Ира чувствует себя хорошо, она уже не в больнице. Новые принты рисуют другие дети. По словам координаторов проекта, идут на это не все малыши. Даже к самому незамысловатому рисунку нужно настроиться, ведь твое творчество увидят многие. Способ общения с людьми, с окружающим миром, потому что они сидят там безвылазно, не выходя, особенно сейчас, в период карантина. И таким способом они общаются. Когда они узнают, что их рисунки, например, в проекте, участвовать будут, когда они стараются кто-то красиво нарисовать. Продукцию продают на благотворительных ярмарках для всех желающих. Проект поддерживают и организации города, а вырученные деньги идут на покупку дорогостоящих лекарств и медицинской техники. Когда даришь частичку добра и счастья ребенку, в ответ получаешь искреннюю улыбку и искренние слова благодарности, начинаешь верить, что именно в этот момент мир стал чуточку добрее и приветливее. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы в общение с детьми. Сейчас оно проходит дистанционно. Мы привозим подарки, разговариваем с родителями. Проект не ограничивается щедрым вторником, Международным днем благотворительности. Помочь детям можно в любое время. Минимальная стоимость продукции символичная – всего 30 рублей. Но и они дают детям шанс выжить. Многие дети нужны в такой помощи, особенно маленькие, которые еще не совсем окрепшие и не могут это сильно переносить. Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания Кристофер. До встречи.